Мёд бывает не только липовый и цветочный. Арбузный мёд, или как его называют нардек, пришёл от донских казаков. У каждой семьи есть свой способ приготовления десерта. Одним из них люберчанка Елена Гузиева поделилась с нашей съёмочной группой. Хвостик у него сухой должен быть. А ещё, чтобы мёд уж наверняка получился сладким, лучше выбирать перезрелый арбуз. Если сделать небольшой надрез, ягода сама по себе треснет. Самое главное – тщательно вымыть плод. Арбуз нужно разделить на две части и достать мякоть. Только мякоть и только мякоть, и никаких семечек. Процесс приготовления небыстрый, поэтому важно запастись терпением. Очистить арбуз от семечек, сок поставить на огонь. Помешивая, Елена снимает пенку и доводит до кипения. В этом нелёгком процессе шумовка – верный помощник хозяйки. А пену снимать необходимо, так как в пене все нитраты и совершенно неполезные свойства. А ещё пена снимается исключительно для того, чтобы наш мёд был прозрачным. После того, как сок закипел, его нужно снять с огня и дать остыть. Тёплую жидкость с мякотью необходимо сцедить через марлю. Арбузный сок снова ставим на плиту, но теперь уже на шесть часов. По мере кипения опять будет образовываться пена. Пену снимают всё время. А как только сок начнёт увариваться, его надо будет непрерывно помешивать, для того, чтобы он не пригорел. Сахар и специи добавлять не нужно. Ничего лишнего. Именно такого мнения придерживались бабушка и дедушка Елены Гузиевой. Мой дедушка работал в колхозе. И раньше не всю зарплату отдавали деньгами, а расплачивались натуральной продукцией. Давали пшено, кукурузу, семечки. И в сезон давали арбузы. Арбузов он привозил на лошадях, ко двору подвозили до полутонны. Бабушка Елена нашла выход из положения. Солила арбузы и делала из них мёд. Так и передали рецепты по наследству. В семье готовить любят и умеют всё. Блины, чебуреки, хачапури – блюда разных народов оказываются на столе гузиевых. А в качестве десерта всегда подают нардек. Спустя шесть часов уваривания получается вот такая баночка мёда. Так вкусно. Всё, что вкусно, то и полезно. Так отзываются об арбузном мёде не только члены семьи Гузиевых, но и их друзья. Айтадж Чирагова, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ.